Ребята, всем доброе утро, это Азимов Альберт. Я хочу с вами поговорить сегодня о том идеальном шторме, который надвигается в Америке. И это разговор не о погоде, это разговор о экономике, о рынке недвижимости. И этот идеальный шторм обещает быть между, начиная с сентября и до конца 2020 года. И некоторые люди усердно говорят о том, что весь 2021 год мы будем видеть замедление экономики и последствия коронавирусного слоудауна. Потому что сейчас, если вы посмотрите по сторонам, очень многие заведения, они просто закрыты или работают совершенно в таком минималистичном режиме. То есть, если это, допустим, какой-то ресторан, вы нигде сейчас не увидите полностью забитое заведение, вы увидите там максимум 3-5 столиков заняты, остальные свободны. Почему? Потому что им сказали, что нужно 6 футов между столами там выдерживать, да. Или вы можете увидеть какой-то магазин, но не очень-то много людей ходят внутри, потому что нет никакого удовольствия ходить с этой маской. И, ну, вы понимаете. Я вчера буквально подошел к магазину, там Одноплаза, я знаю это место, и там был классный магазин, который торговал велосипедами. И там висит стикер «Спасибо, мы вышли из бизнеса 21 июля 2020 года, спасибо, что вы были с нами». Все. Магазин закрылся, все, его больше нет. И очень много таких заведений сейчас будет появляться. И что это значит? Что кто-то теряет свою работу, это значит, что кому-то нечем платить моргидж, это значит, что кому-то нечем платить рент. И это значит, что для нас, для инвесторов в недвижимость сейчас наступают времена, к которым нужно очень серьезно подготовиться. И шутки закончились сейчас, начинается очень действительно большая работа, потому что начиная с сентября-октября начнут на маркет поступать те дома, которые находятся уже в прифаркложе ситуации. И, возможно, они еще в марте находились в прифаркложе ситуации, но за последних 5 месяцев к ним добавилось еще тысячи-тысячи-тысячи домов. И сейчас в каждом штате, в каждом городе огромное количество есть хоум-улнеров, которые не имеют денег для того, чтобы оформлять моргидж-пейменты, и которые рады бы избавиться от своей недвижимости, но не знают, куда ее деть. Итак, поехали сейчас, посмотрим сначала несколько цифр. Ежемесячный график по безработным, вы сейчас видите на экране, апрель, май, июнь здесь, в июле почти такая же высота этого столбика, как и в июне, очень много людей подали на пособие по безработице. Это интересная картинка, если вы понимаете, насколько сильно отличается 14% в месяц от 3,5% в месяц, да, то есть типичный показатель для США. Вот еще одна статья, еще одна цитата, это сайт Economy, US Mortgage Delinquency Rate прыгнул на 7,76% 25 июня этого года. Значит, автор статьи рассказывает, что в мае очень сильно вырос Delinquency. Delinquency это неплаченные ипотечные платежи, и этот Delinquency, он не может, ну, как бы бесконечно накапливаться. То есть банки сейчас, они держат процедуру forbearance. Forbearance это, как бы, временная заморозка или временно приостановлена процедура фракожа. Потому что обычно 3 месяца и нужно запускать в фракожа отчуждение процесса. Но сейчас в подвешенном состоянии все, потому что правительство не хочет, чтобы огромное количество домов ушло из-под олнершипа их владельцев, ушло просто, ну, там, на аукционы или просто повисло у банка в виде долгов. Потому что правительству выгодно, чтобы домами владели люди. Банкам дома не нужны. И они сейчас делают все возможное для того, чтобы как можно больше домов люди могли спасти, как-то там перефинансироваться, как-то там перекрутиться. И для того, чтобы сохранить, ну, какую-то часть хотя бы людей от процедуры окончательного фракожа, от отчуждения. Итак, BlackNightData, это, кстати, компания BlackNightData, у которой вы сами можете тоже покупать данные по прифракожным домам. Одна только проблема. Я сейчас захожу на их сайт и я вижу, что у них нет обновлений между мартом и августом. То есть все данные, которые они должны были бы опубликовать, да, что вот у нас в апреле эти появились, в июне эти фракожи, в июле эти. Вот все эти данные они не обновляют. Они их просто, ну, придерживают. 4,3 миллиона хоум-оунеров сейчас past due. То есть они просрочили уже платежи по ипотекам. Или они даже находятся в активном фракожа процессе. BlackNight говорит, что да-да-да-да-да-да, общее количество фракожа 31,1% за последний месяц. Фракожа сейлы упали на 19,5%. Мораториум на то, чтобы производить отчуждение. Правительственные компании, которые являются крупнейшими в стране маргажными брокерами. Fannie Mae, Freddie Mac и FHA, которая выдает FHA Loan, да. Они протащили возможность до конца августа не производить отчуждение. То есть вот о чем речь идет в этой статье. Но все долги, они по-прежнему накапливаются. Потому что люди, ну, не платят при фракожные. Самая худшая ситуация в Миссисипи. Самый худший делинквенции рейд примерно 12,7% в соответствии с BlackNight Data. Обычно, скажем так, в мирное время в США фракожа процент, ну, в каждом штате там отличается, ну, где-то между 2 и 5%. Это вот, ну, обычная ситуация. Сейчас, видите, 12,73% в Миссисипи. В Луизиана следующая 11,79%. Я думаю, что это общее количество всех домов, на которых есть ипотека. То есть, если взять от общего количества, то 12,73% или там 11,79% это тот процент, который сейчас с прозраченными платежами. Дальше, Нью-Йорк 11,28% ипотек в делинквенции. Нью-Джерси 11%, Флорида 10,52%. Ну, и там дальше есть еще несколько штатов, у которых получше ситуация, где делинквенции рейд не такой высокий. Айдаха 4,4%, то есть, ну, почти нормальное соотношение. Вашингтон 4,91%, Саус-Дакота 5%, Орегон 5,12%, Монтона 5,13%. То есть, это штаты, у которых ситуация более-менее, ну, хорошо держится. Итак, если вы находитесь в, даже в том штате, где всего лишь 5% ипотек в делинквенции, вам там очень огромная куча работы, потому что там все равно их будет гораздо больше, этих фаркожных домов, чем, ну, в мирное время. Окей, давайте почитаем еще, что говорят новости. CNN Business. Статья от 22 июня. 4,3 миллиона хом-оунеров пропустили моргажные платежи в последнем месяце. То есть, в месяце, который был перед июнем, это май. Количество людей, которые пропустили платежи, выросло. И на сегодняшний день самый высокий уровень с 2011 года. В мае 4,3 миллиона хом-оунеров пропустили моргажные платежи. Да-да-да-да-да-да-да, Black Knight Data, Prince of World Delinquency Rate, 8% Delinquency Rate. Я думаю, что это средний Delinquency Rate по стране, 8%. То есть, представьте себе, насколько огромное количество, это сотни-сотни тысяч домов, у которых там 2, 3, 4, 5 платежей пропущено. И если люди ничего не сделают, то это будут ваши клиенты. Кто-то у них должен купить эти дома, кто-то должен их спасти от отчуждения. Идем дальше. Вот еще одна статья о Harvard Business Review. Как банки могут избежать повторения коллапса или кризиса, который был в 2008 году. Американские домовладельцы страдают от того, что не могут вовремя платить моргаж. И, скорее всего, ситуация будет ухудшаться. Согласно Black Knight Data, 4,6 миллиона хоум-оунеров в таком же, как бы, нон-пейменте по состоянию на 16 июня этого года, 8,7% всех моргажей не платится. То есть, о чем это говорит? Что эти все моргажей к августу, к сентябрю, может быть, к октябрю, они, эти данные, они где-то появятся. Они всплывут. И такие компании, как Black Knight Data, как сайты, как Realtor.com, там, ForKoja.com и другие. Все эти сайты, они начнут отображать эти данные. И вы сможете скачать оттуда сотни или даже тысячи адресов и имен людей, которые имеют несколько пропущенных платежей. Ваша работа как можно быстрее начать контактировать с этими людьми. Можете рассылать им карточки, вы можете рассылать им письма, вы можете живьем позвонить к ним, вы можете к ним прийти ногами, да, приехать и пообщаться. И вам нужно к тому моменту, когда вы будете с ними общаться, вам нужно быть профессионалом. Вам нужно иметь для них какое-то решение. Потому что обычный хоум-оунер скажет, ну, окей, я понимаю, что ты пришел купить у меня дом намного ниже маркета. Я понимаю, что ты пытаешься на моей ситуации сделать себе какие-то деньги, какую-то прибыль. Но, окей, как ты можешь решить мою проблему? Я хочу сохранить свой кредит. Я, окей, этот дом, допустим, я продам, потеряю там какую-то часть эквити. Но через год или через два я хочу себе купить следующий дом. И для этого мне нужно, чтобы у меня не было никаких фракложе рекордов на моем кредите. Мне не нужно никакие бэнкапси рекорды. Мне нужно, чтобы у меня был прекрасный кредитскор. И через год, через два я мог начать с чистого листа, да? Потому что банки будут по-прежнему выдавать ипотеки под очень низкий рейд. Очень сейчас рекордно низкие процентные ставки по ипотеке. И любой хоум-оунер, он прекрасно в курсе этих всех вещей. И вы не можете просто прийти и сказать, окей, твой дом стоит 100, я тебе готов предложить 50. Вам просто укажут на дверь и скажут, не морожьте голову, молодой человек. И вам нужно иметь какое-то решение, которое создает ситуацию хотя бы близко win-win. И для этого вам нужно посмотреть мое следующее видео, которое я выложу завтра. И оно называется «12 способов, как можно остановить фракложе процесс». И если у вас такой тулбокс, да, такой набор инструментов есть с собой, и у вас есть какие-то документы, какие-то папки, какие-то, ну знаете, доказательства, то вы приходите и вы выглядите как профессионал. И человек готов слушать хотя бы, если у него нет ни одного решения, как выбраться из ситуации, а вы говорите «Мистер Селлер, у меня есть 12 вариантов, как мы можем остановить фракложе». Уделите мне несколько минут, мы сейчас обсудим, как мы можем это сделать, как можно помочь вашей ситуации. Вам точно обеспечено полчаса внимания. И дальше вы можете просто пройтись по этим пунктам и выбрать что-то, что ему подходит, что-то не подходит. И в процессе обсуждения вот этих вот вариантов, да, для этого пункта нужно вот это. Ага, тут не хватает, тут, ага, тут нам нужно с тобой вот это вот. И Селлер начинает понимать, что вы профессионал, он у вас не первый. Не, может быть первый, но вы не говорите ему, что ты у меня первый, да. И вы, скорее всего, закончите разговор тем, что он скажет, ну, окей, вы не принесли, конечно, хороший жирный кэш-офер, но тот вариант, который вы предлагаете, тоже, в принципе, ничего. Он позволяет мне сохранить мой кредит, он позволяет мне там какие-то деньги получить, и он мне дает какое-то время на то, чтобы я мог там переехать спокойно в другую недвижимость. Ладно, окей. На фоне того, что ничего другого никто не предлагает, ваш вариант неплох. И он садится и подписывает с вами прочее Сенселлер Дримминг. Вот это вот та работа, которой я, мои студенты, мы будем заниматься до конца этого года и весь следующий год, и сейчас нужно будет поработать очень хорошо. Сейчас абсолютно не то время, чтобы делать что-то другое. Там, знаете, не знаю, там, ремонт какой-нибудь там в каком-то своем загородном доме, там, еще какую-то ерунду. Сейчас время для того, чтобы один за другим подписывать сделки. Потому что, если вы вот в это время, 2020-2021 год, если вы накупите какое-то количество домов, 5, 20, 15, ну, какое-то количество, потом, спустя 3-4 года, вы будете просто в восторге от того, какая у вас будет equity, и вы будете благодарны себе, и ваша семья вам будет благодарна за то, что вы создали себе очень хорошую финансовую платформу на следующих много-много лет. Именно вот в такое время, как сейчас, происходит магическая вещь. Очень просто. Те люди, которые приспособлены к вот этому идеальному шторму, которые имеют знания для того, чтобы из этого идеального шторма извлечь какие-то выгоды для себя, эти люди будут приобретать недвижимость, будут делать деньги, и спустя несколько лет будут очень состоятельными инвесторами. А те люди, которые просто ходят на работу, молятся, чтобы их не уволили, потому что если их уволят, то тогда им нечем будет платить моргидж, а если нечем платить моргидж, то банк заберет недвижимость. Вот эти люди, они с большой долей вероятности будут терять недвижимость. Может быть, потому что их работодатель в один прекрасный день всех соберет и скажет, «Ребята, вы были хорошими сотрудниками, извините, но видите, в связи с Economic Slowdown, по независимым от нас причинам, мы должны вас всех отправить в отпуск без оплаты, и это на следующих, допустим, 6 месяцев. Через 6 месяцев мы вам позвоним и, возможно, пригласим вернуться на работу. И будет очень много компаний, которые именно так и сделают. Если вы не верите, что так бывает, посмотрите, допустим, на Disney World. Огромный парк, там работали тысячи людей. Сейчас он стоит в замороженном состоянии. Всем сотрудникам просто сказали, идите домой и ждите, мы вам позвоним. Посмотрите на огромные кинотеатры, которые находятся в каждом городе. Сотрудникам просто сказали, идите домой, ждите, мы вам позвоним. Посмотрите на сети ресторанов, которые раньше там, допустим, работало 20 человек в этом ресторане, а сейчас работает 5 человек. Почему? Потому что не нужно столько людей, нету такой загрузки клиентов. Посмотрите на любую другую компанию, которая связана с обслуживанием вживую какого-то большого количества клиентов. Очень многим сотрудникам начальство просто сказало, извините, мы сейчас балансируем на грани, поэтому мы вас просим посидеть дома, заполните заявки на пособие, получайте какое-то пособие. Мы заполним заявки на получение какого-то саппорта от говермента, какого-то CBA лона. И мы будем молиться, чтобы мы остались на плаву. Если все это пройдет, через полгода, через 10 месяцев, мы вам позвоним и снова пригласим на работу. Поэтому сейчас очень многие люди, они будут еще делать дауншифт. То есть они будут продавать свой дом, например, который стоит 500 тысяч долларов, и покупать дом, который стоит 200 тысяч долларов. Кто-то будет продавать свой дом, который стоит 250 тысяч долларов, и покупать дом за 120 тысяч долларов. Или вообще арендовывать что-то. Почему? Потому что они просто не могут оформлять платежи по такому большому дому. И они просто думают, да действительно, зачем мне эти лишних четыре спальни, если мы пользуемся только двумя? Я лучше сниму какой-то апартмент, буду за него платить 1000 долларов в месяц, чем я платил за моргидж там 2000 долларов в месяц. И вот у этих людей кто-то должен купить недвижимость. Я буду очень рад, если это будете вы, мои подписчики и мои студенты. Итак, следите за каналом, будет следующее видео, которое называется «12 способов, как вы можете помочь клиенту остановить фаркожа». У меня все. Не бойтесь перемен и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok